Конечно же, деньги. Это все, что сейчас нам нужно. Ну и любовь близких, чтобы близкие тоже были здоровы, и чтобы тебя только всегда радовали. В общем, от души желаю тебе всего-всего самого хорошего, чего бы ты хотела сама, вот чего тебе не хватает, вот чтобы у тебя это все было. Смотришь сториз, Крис? Ну да, когда вижу, что у него там сториз, конечно, я его смотрю. Крис потерял интерес, когда ты стал ей потакать. Когда ты был в Аторве, я смотрел на других девчонок, ты ей был интересен. Так что подумай. Обязательно подумаю. Я хочу тебя погрузить в свое творчество. Да, я уже этим занялся. Очень жду песню, шикарную. Сразу добавлю. Да, многие ее ждут. У тебя красивая улыбка, спасибо. Дай Пашину путь, чтобы не обижал меня Мурманск, Аня. Паша, не обижай свою любимую девочку. А то однажды она может от тебя уйти, и ты будешь очень сильно об этом жалеть. Имея не храним, потерявши, плачем. Это как бы народная мудрость, которая работает всегда. Поэтому цените своих близких, не обижайте их, будьте за них всегда горой. И останавливайте их, когда они совершают какие-то ошибки. И давайте всегда им шанс на то, чтобы эти ошибки можно было исправить. Спасибо большое. Меня тоже, пожалуйста, поздравь. Строганного Ка. Поздравляю тебя. Не знаю, с чем, может быть, у тебя день рождения. Но если у тебя день рождения, то я поздравляю тебя с ним. Будь счастлива. Живи так, чтобы тебе было хорошо, а не другим. Ну, я постараюсь найти золотую середину. Трати ли вам ту девушку, которая тебя не ценит. Согласен, не нужно тратить время на людей, которые тебя не ценят. Но я все-таки верю в то, что Кристина меня ценит и будет ценить. Если Крис не захочет подложить отношения, будешь рассматривать новое на проекте? Если она не захочет отношения, тогда уже будем разговаривать. Разумеется, один я не буду никогда. Я хочу семью, я хочу рядом надежную женщину, которая была бы надежным тылом и всегда была бы рядом. Чтобы было на кого положиться, чтобы было кому прийти домой. Так что все будет однозначно. Как дела у меня? Да, вы сами все, в принципе, знаете, можно увидеть по сториз, по эфирам. Зачем давать второй шанс, если просирают первый? Это мое мнение про шансы. Ну, потому что шансы нужно давать всегда. Вот представь, вот ты говоришь, не нужно давать шансы. А представь, ты ошибешься. И близкий человек скажет, я не буду давать тебе шанс. Тебе же будет больно, наверное. Тебе будет тяжело. Ты будешь осознавать свою ошибку, но понимаешь, что второго шанса у тебя нет. И, может быть, ты бы не допустил уже эту ошибку. Так что я с тобой здесь не согласен. В корне нужно всегда давать второй шанс. Если, конечно, человек этого хочет. Тебе нужно отпустить Кристину. Вы хорошая по отдельности. Артем и Диана, поздравляю вас с четырехлетием ваших отношений. Четыре года – это неплохая дата. Это действительно неплохой срок для отношений. Вы большие молодцы. Надеюсь, вы не ругаетесь, не деретесь. И будьте счастливы. Пусть у вас будет счастливая семья, детишки. И вместе совместная классная старость. Ты очень спокойный без нее. Голосую за тебя в ЧГ. Спасибо большое. Знаете, я не уверен, что я стану в этом году человеком года. Если будет зрительское голосование, может быть, еще какие-то шансы есть. Но если среди участников, вряд ли я просрал свои отношения. Я далеко не положительный персонаж. Я совершил очень много ошибок. И боюсь, что этого статуса мне не видать, как собственных ушей. Выиграть тебе ЧГ и вернуть Крис. Посмотрим, как получится. Глаза у меня не грустные. Просто ситуации такие были. Мои родители отмечают 41 год. Обалдеть. 41 год вместе. Это просто невероятно. 41 год. Представляете? Это целая жизнь. Это меньше, чем я живу на 10 лет. Вместе. Невероятно. Просто. Я от души их поздравляю. Пусть это увеличится еще в 2, в 3, в 4 раза. Пускай люди живут прямо до того, вместе. Радуют друг друга до самой-самой старости. Веселятся и кайфуют друг от друга. Несмотря ни на что. Только ты там человек года. Ребят, посмотрим. В современном обществе уже год отношений. Это что-то невероятное. А год отношений на доме 2. Это вообще нечто. Здесь, конечно, гораздо сложнее выстраивать отношения. Чем за периметром. Здесь прям нужно иметь характер, выдержку, стойкость. Натаху почему не выгоняют? Да хрен его знает. Может быть, однажды она и она уйдет. Все уйдем отсюда. Это лишь вопрос времени. В Италию не хочется, а тебе нет? А что мне там делать? Меня там кто-то ждет, что ли? Зачем лететь туда, где те не рады? Я, в принципе, нашел бы себя, наверное, в любой стране. Но я не в любой стране хочу быть. Глеб с Настей. Ты нормальный мужик, а другие... На проекте пусть берут пример с меня. Знаете, я очень много ошибаюсь. Я не думаю, что я пример для многих людей. Но однозначно я учусь на своих ошибках. Женя, как-то только эфир зашла, что ты грустный. Я не грустный, я нормальный. Женек, ты выглядишь загадочно счастливым. У Кристины, кстати, тоже. Ну что, у Кристины все хорошо. Кристина за периметром кайфует. С кем-то там проводит время. Конечно, она счастливая. Прябь бог, у нее все будет хорошо. Общающаясь с Хибаровым. Да, буквально сегодня созванивались. Постоянно связи. Никогда не надо сто раз догонять и возвращать. Люди должны обоюдно тянуться друг к другу. Только тогда получится зрелое отношение. Согласен с вами целиком и полностью. Поэтому я никого не побежал догонять. Надоело. Все время кого-то догонять. Я что, какой-то ущербный, чтобы доказывать постоянно, что я нужен человеку? Нет. Точно так же, как я ее потерял, так же потеряла меня и она. Это жизнь, так бывает. Дочка собирается на дом к вам. Я сказал, если надо, приеду и буду защищать. А Паша, прости, что делать? Что? Не понял. Крис слушал и пил вашу... Не говори слова, Ебаров. А то появится. Как относится к союзу Алены Рапунцель? Если она счастлива, если они счастливы, я отношусь максимально позитивно. Я за то, чтобы люди были счастливыми. И чем больше счастливых людей на этой планете, тем лучше. И так много всего плохого. Войны, геноцид и так далее. Поэтому счастливые люди – это счастье. Ты не хочешь вернуть эти отношения? Пока хочу. Нет, я не пил. Я вообще, в принципе, уже давно не пью. Я сейчас стараюсь вести максимально здоровый образ жизни. Заказал у Саймона спортивное питание. Скоро он мне привезет. Буду заниматься собой, развиваться. Чтобы не погрязнуть в этой пучине негатива. И каждый день становиться лучше, чем вчера. Характер вспыльчивый и очень властный. Девчонка неплохая, но немного звезду поймала. От этого она станет жестче, мне кажется. Планку завысила, глядя на подругу, у которой все окей. Да не надо ни на каких подруг смотреть. Занимайся своей жизнью. У каждого человека свой путь, свой выбор, свое окружение, свои интересы и вообще все свое. А зачем смотреть в чужой огород, я не понимаю. Кому-то завидовать, на себя примерять. Выстраивай свою жизнь так, как ты хочешь. Кто знает, может быть, ты выстроишь свою жизнь еще гораздо лучше. Оно будет по-другому. Может быть, даже совсем по-другому. Но оно может быть лучше для тебя. Когда увидим клипы и новые треки. Я очень жду, когда ДАВа мне ответит по поводу песни. Очень уже давно она сводится. До сих пор ее еще не свели. Хотя Кристина пытается ее везде включать уже. Демку, несведенный вариант. Я вчера ее за это наругал. С Белой общаетесь? Нет. Жень, ты обещал с Криспас... Ты общался с Криспас, только она шла с проекта. И что она говорит? Хочет она вернуть отношения. Она говорит, что не хочет ничего вернуть. Мы на связи. Не знаю, мне кажется, она пытается переболеть, забыть меня. Остывает. Конечно, я скучаю. Потому что мы долгое время были вместе. Но я не смогу насильно заставить человека быть рядом с собой. Да я не стану этого делать. Это ее выбор. Если я даже смогу ее уговорить быть со мной, но она не будет счастлива, потому что это будет выбор, который основан на каком-то давлении. Вызывать чувство жалости, давить, манипулировать. Это не моя история. Я хочу, чтобы человек сам, собственно, ручно хотел быть со мной. Чтобы он сам, собственно, ручно создавал ситуации, в которых он был бы рядом. Стремился ко мне. Бы не бежал от меня. Нет, Жень, как раз ты достоинчивый. Ты в целом изменился, остался сдержанный, спокойный. Ты не творишь дичи. Если вы окончательно расстались, то это не твоя вина. Да, это вина нас двоих. Я совершал ошибки, она совершала ошибки. Мы просто устали. Но я считаю, что все-таки нам не нужно было сейчас расставаться. Не было на то какой-то причины. Хотя, с другой стороны, если и Кристина понимала, что чувства не те, то, может быть, все Виана сделала. Да, она сама должна вернуться к тебе. Ну, вот вернется, будет потрясающе. Если не вернется, ну, значит, надо жить дальше. Женя, зачем она вообще с тобой была, если все время говорить о расставании? Не знаю. Я постоянно задавал эти вопросы, но вразумительного ответа я так и не получал. Я не считаю, что я какой-то плохой человек, которому нужно постоянно угрожать, что меня бросят, что от меня уйдут. Я от себя делал все возможное. Менялся, старался, к чему-то стремился, работал. И многие моменты я прощал точно так же, как и она. И считаю, что я лично для этих отношений сделал все, что мог. Что бы другие не говорили, как бы меня другие не пытались обвинить в том, что ты там не сделал ей предложение, ты там здесь накосячил, там накосячил. Но я живой человек. Вот сделал я вот так вот. Здесь уступился, там уступился. Но в общем и целом, в глубине души я искренне старался, чтобы у нас все было кайфово. Ты живешь в вашей комнате? Пока, да. Может быть, скоро съеду. Не знаю, мне здесь комфортно. Женя, если она приедет к тебе, ну ты знаешь, что она гуляла с мальчиком, ты ей... Если она гуляла с мальчиком, она может сюда уже даже не приезжать. Вот. Если она сейчас каким-либо образом будет там с мужчинами проводить время, то лучше не надо. Мне это не нужно. Но я уверен, что она этого не делает. На данном случае, я надеюсь. Она... У нее правильные понятия в этом плане. Вот, кстати, единственная девушка в моей жизни за всю историю моих отношений самая верная и которой я реально доверяю, это Кристина. То есть, я... Смело могу ее отпустить куда угодно. Я смело могу, скажем так, дать ей свободу и не бояться того, что она меня предаст. Ну, в том плане, что с другими мужчинами. У нее в этом плане очень правильные понятия. И это первая в моей жизни женщина, которая с такими понятиями. Любила бы, не ушла, не говорила бы о расставании. Забей, живи дальше. Живу дальше. Не забил. Мне трудно без нее, но... С голосованием действительно был накрут голосов? Нет. Вы обязательно будете вместе. Дай бог. Мне приятно, что вы в нас верите. Она без ума от тебя не хочет под себя. сам виноват. Ну, разумеется, моя доля вины в этом есть. Но я не считаю, что целиком и полностью во всем виноват. Очень жаль, Женя. Просто не уехала бы. Расскажу тебе при встрече. Но я не знаю, почему она уехала. Честно. С близкими повидаться, я думаю. Ты неплохой, я достойный того, что вы счастливый, любимый. Чтобы тебя оценили. Это спасибо большое. Меня муж свободно пускает. Говорит все равно Б.У. Ты очень достойный мужчина для отношений. Спасибо. Я не знаю, когда она собирается вернуться из Молдавии. Надеюсь, что скоро. Почему ты не поехал за ней или не остановил? Очень классная пара. Да потому, что надоело мне останавливать человека, который постоянно пытается от меня убежать. Пусть она сама придет к тому, что она хочет быть со мной. И пусть она сама решит это для себя в своей голове. Сейчас она улетела, и у нее есть возможность все понять. Если она поймет, что ей без меня лучше, я приму ее выбор. Если она поймет, что ей без меня тяжело, я пойду за ней хоть на край света. И она должна тоже идти за мной. Неужели ты можешь покорить вершину для такой девушки, как Рис? Ты все можешь. Да, я могу все, но отношения это дорога с двухсторонним движением. Я не могу покорять вершину для человека, которому это не надо. Ей без тебя плохо. Я и так не думаю. Женя прав. Пока он будет ее останавливать, она будет этим пользоваться. Да. Я больше не буду ее останавливать. Я никого больше не буду останавливать. Я, как бы, в принципе, нормальный, самодостаточный парень. Мне все это ни к чему, как бы, кого-то уговаривать рядом быть. Это, как бы, ниже моего достоинства. Ну, пожалуйста, будь со мной рядом. Никому больше не скажу. Никогда. Но я буду верным и хорошим мужем. Это однозначно. Когда придет время. В Молдавии все заняты своими делами. Скоро там надоест. Будет скучно. Ну, улетит в Италию, значит. Не знаю. Захаряш и Милена вместе. Конечно, вместе. Очень классная пара. Молодцы ребята. За Биалой бегал. Да и за Кристиной тоже бегал. Сколько раз я ее останавливал. Но всему же есть предел. Мы сейчас общаемся. Девушка никогда не живет просто так. Пойми, тебе нужно начать новую жизнь. Женьком поговорю. Она тоже самое скажет. Не знаю. Женский мозг для меня потемки. Женя, что у вас вообще произошло? Почему она уехала? Говорит, не простила мне переписку. С Полиной. Хотя я это чушь полная. Сколько планирую быть на проекте? Да хрен знает. Скоро уйду. Время мое здесь истекает. Рады видеть тебя. Добрую ночь. Привет. От хороших мужиков не уходит. Да уходят. От разных уходят. Это такая общая фраза. Люди ошибаются. Не ценят тех людей, которые рядом. Знаете, бывает, уходят от хороших мужчин, от хороших женщин. Встречают других несчастливых, жалеют об этом. Что же тебя, женщина, постоянно ищет что-то плохое в отношениях? Неужели нельзя просто наслаждаться друг другом? Согласен. Начинаю присматриваться к другим девушкам. Видно, что она сливается и вряд ли вернется. Нет, пока я буду держать марку. И я просто сам для себя это делаю, не то чтобы для нее. Я хочу выждать и понять для себя. Не уходи, меня подожди за периметром. За периметром познакомимся. Почему Дава Кристине отвечал, а тебе нет? А когда он ей отвечал? Он никому не отвечает, даже руководству. Жень, привет, вы лучшая пара. Я верю, у вас будете еще вместе счастливы. от хороших не уходят, а к плохим не возвращаются. Вот эти пословицы и поговорки. Знаете, жизнь нельзя построить под четко выверенную схему. Я не считаю, что я плохой. Я как бы заботливый. Я верный в отношениях. Я стараюсь максимально отдаваться человеку. Вот когда я вел себя охреново, я был нужен. в принципе мне все здесь понятно. Я в любом случае хочу, чтобы она была счастлива. Со мной или без меня она достойна этого, она натерпелась в жизни. У нее правда был очень тяжелый жизненный путь, и я хочу, чтобы она уже наконец-то каждый день улыбалась, была счастливой. откуда песня в кафе играла? Да потому что Кристина заплатила 50 евро, чтобы эту песню включили. ко мне не надо приходить. Я никого не жду. Женя, если Крис не будет два или три недели, к тебе придет другая девочка, и тебе она понравится, ты проявишь интерес, ты придет Крис, ты примешь ее или нет? Две-три недели мне никто не понравится, и никого принимать не собираюсь. на данный момент я жду Кристину, и все-таки еще надеюсь на то, что у нас все сложится, но вечно я тоже ждать не буду. Я хочу человека рядом. Если она не заскучает и не вернется, и наоборот остынет, я ее отпущу, я не буду никого уговаривать. Ты видишь Кристину своей женой? Пока да. Очень жаль, что это получилось. Надеюсь, что все обойдется. Почему она не ценила тебя после того, как долго тебя добивалась? Ну, это, знаете, та хищница, которая добилась свою жертву и решила, короче, что все неинтересно. Ничего страшного. Тоже готова заплатить за этот трек. Если нет, нигде откуда он у нее. Он есть у Кристины. Понимаете, трек не готовый. Я Кристине скинул демо-версию. Она начала всем показывать, везде скидывать, везде зачем-то включать. Я как бы против этого, потому что песня еще не готова. Жень, неплохой это, все похоже не ходит. В плане того, что у вас разные пути. Крис веселится и кайфово. Грусти нету. У тебя пусто в глазах. Ну ничего, пустота в глазах тоже у меня пройдет. У меня она уже проходит. Пускай веселится Кристина. Я очень рад, что она счастлива. скажи, когда новые песни будут. У тебя это круто получается. Я пишу. Не переживай, я каждый день занимаюсь этим. Привет с Кастаная. Кастаная передавите пламенный привет. Приезжай в гости, приглашай меня и мой муж. Спасибо большое. Я тебя понимаю, я люблю. Парни, он со мной отношений хочет. Только секс. Ну, знаете, многие отношения начинаются именно с секса. такое бывает. Знаете, страсть вообще это очень важно. Страсть в отношениях это, наверное, основа основ. Если страсти нет, то отношения уходят на нет. Жень, ты говоришь, какую девушку ты хочешь и так далее. Но если ты готов к новым отношениям, давай запишем вместе песню, Женя нам поможет, а там посмотрим, как ты нас смотришь. Я не готов к новым отношениям. Я имею чувство к другой девушке. Я надеюсь на то, пока эта надежда во мне жива, и я не готов никого рассматривать. Я сейчас хочу больше всего заниматься именно собой. Ты вообще представляешь, что ты никогда не обманешь, не обнимешь, не послушаешь, не увидишь. Сможешь без нее жить? Когда я об этом думаю, мне очень больно. Но это жизнь. Были другие отношения, и точно так же больно было об этом думать, но теперь этих людей нету, и все отпустило. Так что все будет хорошо. Женя, попробуй продавать песни. Хороший заработок. Да не хороший заработок. Ребят, сейчас продавать песни стоит копейки. Сейчас каждый звукорежиссер, сам продюсер выпускает просто пачками эти песни, продают их за копейки. Так что это бесполезная работа. лучшее решение занять с собой, максимально отвлекаться. Да, я понимаю. Я не размениваюсь. живу спокойно в комнате, занимаюсь своими делами, общаюсь с ребятами. Никих нету проблем. Помню первый поцелуй с Крис на лобном СССР на острове любви. Я тогда ее насильно поцеловал. Песня готов к эксперименту. Да, я со своими песнями буду разобраться. горжусь вами. Спасибо. Посоветую, что делать. Живу с уродом, который только бухает и ничего не делает. Но если ты ему давала миллион шансов, а ничего не меняется, живи для себя. Уходи. Женя у меня подруга поет на корпоративах и очень хорошо зарабатывает. я знаю. Я в этой сфере работал достаточно долго до проекта. Вылетли клип вашей песни? Да сначала нужно, чтобы песня вышла. Были бы отношения... очень изменился. С кем сейчас Руслан Кожиков? Честно, не знаю. Первый поцелуй не на водопаде был? Нет. На водопаде был первый эфирный поцелуй, а не эфирный поцелуй был за день до этого на лобном СССР. Первый поцелуй был на водопаде. Таксин настоящий первый поцелуй был не при камерах. Да, не при камерах. На водопаде был второй поцелуй, я вам так скажу. Но он был тоже так же, как и первый. Кристина тогда не хотела еще целоваться со мной, но я опять ее обманул и сделал это насильно. Вот такой вот я насильник. А что за зеленая связь и красная? Не знаю. Очень красиво поэти, обожаю песню, говори со мной. Скоро будут его песни? Скоро будут. На доме 2-3 года. Да, на островах вы зажигали. Еще будем зажигать. Женя, мне кажется, она вернется к тебе. Посмотрим. Самое интересное не показали, потому что этого никто не видел. Это прям было без камер. Вообще, на самом деле было прикольно. Наш первый поцелуй это было что-то волшебное. Мы были как будто бы пьяные, хотя мы были пьяные. поболтаем. Ты классный. Сколько наблюдать зовут уже. Очень рада, что ты в итоге в коннекте с Женей. А ты кто вообще? Откуда ты знаешь Женю? Не воле ты девушка случайно? Я просто не вижу, кто это, не знаю, чей аккаунт. В эфире будет ее уход? Да, на Человеке года на первом этапе. Блин, у меня персики гниют в холодильнике, надо их забрать. Купил персики себе и забыл про них. Смотрю, что на эфир вы так классно беситесь с Кристиной. Как можно было уйти? Да не знаю я как, если честно. Ушла и ушла. Вернется в холодильнице. Никуда не денется, влюбится и женится. Рис перепелиться. Женя не думал, что не на проекте себя изжил? Думал, изжил, надо идти. Так. А интим когда у нас был первый? В бунгало в те же времена в принципе. День я не помню. Ну, в какой смысле, число было. Зубы красивые, да. Только нужно будет поставить только через четыре месяца. То есть, четыре месяца прикиньте, мне придется ходить без зуба вообще. Буду как хоккеист. Неудобно. Я так не хочу лишаться зуба, но нету другого выбора, потому что там сейчас трещина в корне. нет, я сестра, жена его хорошего друга. Господи, нифига, как все запутано. Мобы из Самары тоже планировали на студии с ним начать творчество и деятельность. В общем, лучше у него спроси. Так. Да, как Овечкин. Любишь Кристину? Хороший вопрос. Где выйдет ваша песня и будет ли клип? Не знаю, вот когда он ответит, так вам и скажу. За Харяшим общаемся, конечно же, общаемся. первое волшебство с Кристиной понравилось, но оно было такое, скажем так, неожиданное. Но мне любое волшебство с Кристиной нравилось. Ты когда был хрещом, чуть головой в спинку кровати не влетел. Да, весело было. Ну, развлекались, развлекались как могли. Спокойной ночи, да. Вы не чувствуете себя стрёмно, когда вам задают вопросы по поводу событий, которых вы забыли. Так, иди, чего сиди, живите за проектом и все будет good. Она ревнила очень. Зачем вам этот проект? А что ревновать? Я изменять ей не собирался. Что мне ревновать? Я верный. Не надо просто от меня отказываться и все. Не надо меня бросать. Так, как бы не на руку сыграть никому. Никому не сыграть на руку. А сколько у вас подъем? В 12. Ну, сейчас я встаю раньше. Я думаю, что она тебя проверяет и вернется. Я так не думаю. Я не думаю, что она меня уже проверяет. Женя, не хочешь подстригись? Не, не хочу. Нормально. Ну и все. Нормальная стрижка. Владивосток, привет. Люблю Владивосток. Не знаю почему, но очень люблю. Ну что, родные мои, дорогие, замечательные, прекрасные люди. Пошел я, короче, готовиться ко сну. посмотрю сериальчик, покушаю чипсики на ночь глядя. Вот. И спатеньки. Рад был всех видеть. Всем спасибо. Желаю всем доброй ночи. Берегите себя и своих близких. Все. Пока-пока. Всех обнял.